Мишленовский салат у вас дома. Теперь каждый день смотрите это видео. Дамы и господа, здравствуйте! Сегодня сделаем такой величайший салат, такой вкусный, такой красивый, такой величайший, но при этом весьма простых ингредиентов. Свекло, свекла, морковь, немножко мята, немножко йогурт, и немножко оливкового масла. Начинаем? Начинаем! У вас сейчас предстоит вот такой выбор. Либо смотрите это видео, либо сходить в Мишленовский салат. Я вам советую смотреть это видео, потому что величайший, он величайший. Единственное, вот нужно, чтобы ваши руки не были красные неделю, я вам советую какие-то перчотели. Что мы делали уже с буряком? Что мы делали уже со свеклом? Свекла очень-очень-очень вкусная. Главное уметь его готовить. Поэтому мы его запекли целиком, абсолютно целиком, на 100 градусов, полтора часа. И она сохранила абсолютно весь свой вкус. Вместе со свеклой также делали величайший маркумчелли. Тоже запеклась на 100 градусов. Целиковая, не надо чистить. Значит, только помыть, вот, и все. Начинаем резать. Должно быть как масло. М-м-м, это все пахнет хорошо. Режем. Режем такими сегментами. Вот так. Такими сегментами. Вот такие. Вот так. Это оставляем целый. Чистен все, потому что иначе потом все будет красным. Стоит его попробовать. Не нравится. Немножко оливковое масло. Наши морковь. И делаем то же самое. Поскольку это мишленовский салат, нужно все помешать. Очень-очень надо аккуратно. Аккуратно с перчатками. Еще белый костюм с галстуком. Иначе, иначе, иначе не величайший. Пойдем сюда. Немножко масла. Запекание в низкой температуре, особенно корнеклоды, дает фантастические результаты. Потому что любая свекла, репа, морковь, корень сельдерея, тыква, вообще все что угодно, она оставляет весь вкус. Оно вообще получается что-то фантастически вкусно, очень фантастически вкусно. Теперь возьмите греческий йогурт, увеличающий, греческий мишленовский йогурт, мощнейший. Вот так. Вот, 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 вот. Оставляйте пару ложек. Немножко посадите. Немножко оливковое масло. Йогурт один готов. Теперь на то, что осталось от йогурта, кладем немножко куркуму. О, куркуму челло. Возьмем маленький диспенсер. Если вдруг у вас нет, ничего страшного, абсолютно ничего страшного. Это так, это так. Закрываем. Теперь мы взяли величайшие свеклоны. Величайшие свеклоны посистили, порезали тонко, максимально тонко. И сушили в духовку. Сушили в духовку на 100 градусов. Вот, и сделали, получили такие чипсы. Немножко посолили сначала, чтобы вытягивал. Получили вот такие величайшие чипсы. Добавляем сюда тоже оливковое масло. Вот такое, чтобы... И попробуем намазать, чтобы они были максимально намажены. Прекрасно! О-о-о! Все остальные чипсы, которые мы получили, мы мелко-мелко рубили. Прямо в кутере. И получили вот такой пыль. Такая пыль, которая потихонечку и с помощью оливкового масла мы его превратим в то, что называется земля. Немножко земля. Вот так. Попробуем. Теперь все элементы готовы. Берем наши йогурт. Йогурт. Кладем вот этот мощнейший кусочек. Немножко земля. Ландшафтный дизайн. О-о! Немножко... Ландшафт. Самое главное. Немножко желтенького. И немножко оливкового масла. Добавляем сливочное масло сливочное масло сливочное масло. Добавляем сливочное масло.